Эта книга, она сейчас является моей любимой книгой, потому что я никогда не читал никакой литературы для нарциссов. То есть вот я постарался, собственно, какую-то пользу принести нарциссам, потому что обычно в консультацию обращаются жертвы нарциссов, и в принципе в обществе есть такая стигматизация этого слова. А на самом деле нарциссические черты присущи всем, и более того, в каких-то сферах они полезны. То есть есть на практике случаи, когда человек хочет какой-то публичности, успеха, но он настолько внутренне порицает тех людей, которые привлекают к себе какое-то внимание, что он застревает в этом конфликте и не развивается. Хотя, по сути, стоит ему как-то опереться на внешнюю референцию и учитывать менее окружающих, уже может быть скачок в каком-то профессиональном развитии. Ну вот для многих этот дискомфорт является стопором. Вторая цель написания этой книги – это то, чтобы нарциссы научились быть счастливее, чтобы они понимали, что вот этот перфекционизм, требовательность, высокомерие, презрение к себе и к другим, вот эти завышенные ожидания, они все-таки являются огромной преградой на пути к выстраиванию отношений. То есть постоянное разочарование, постоянное чувство стыда. Мне кажется, лекарство для нарциссов – это как раз умение наступить на горло собственной песни, на свое эго и уметь как-то взращивать в себе ощущение самоиронии, выстраивать какие-то эмпатичные отношения с другими людьми, учитывать их чувства и мысли. Поэтому это скорее, с одной стороны, руководство для нарциссов о том, как сделать свою жизнь более счастливой, и также для других людей, чтобы они научили лучше понимать нарциссов и с ними выстраивать отношения. Есть нарциссы, которые никогда не оспаривают, собственно, свою уникальность, потому что они искусственно умеют добиваться, собственно, признания. У них ведущая внешняя референция. То есть, условно, если человек получил красный диплом, женился на умнице-красавице, заработал кучу денег, у него, наверное, и мысли не возникли, что с ним что-то не так. Вот как раз эти проблемы начинаются, когда окружение жалуется, когда какие-то потери финансовые, когда жена ушла из дома. То есть, человек начинает испытывать, что Фрейд называл такой нарциссический крах. То есть, вроде как, я делаю все правильно, что со мной не так, либо это проблема других людей. То, как формируется нарциссические черты, как они зависят от того, как формируется наша самооценка, как нас хвалили родители, как они нас критиковали и что такое, собственно, наше истинное я, наша аутентичность и как понизить значимость внешнего одобрения, внешнего признания. Вот об этом эта книга. Вторая часть этой книги о том, как формировать навыки здорового общения, как выходить из нарциссизма, как учитывать личностные особенности человека, другого, но в то же время не потакая его ожиданиям, а выстраивая истинный диалог, основанный все-таки на чувствах, на ипатии, на заботе и чувстве, чувстве любви. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok